Привет, мы на канале Вкусовщина. Сегодня мы отправляемся в вареничную номер один. Оно называется легендарное кафе. Узнаем, в чем состоит легенда, а также дорого там или дешево, вкусно или нет. Пойдемте. Так, а мы с чего начинаем? С плавного. Не знаю, насколько легендарное это вареничное, но заказать здесь можно практически все пельмени и вареники, которые только вам в голову могут прийти. Но для того, чтобы попробовать все, не обязательно заказывать каждое блюдо. Можно взять, как я сегодня, ассорти. Набор вареников мясной. Сюда входят пельмени сибирские, вареники с говядиной и беконом, вареники с курицей и грибами. Стоит такой набор 750 рублей. Следующий у нас набор вареников овощной, вегетарианский. Сюда входят вареники с картофелем, вареники с картофелем и грибами, вареники с капустой, вареники с капустой и грибами. стоит такой сет 550 рублей. И набор вареников для сладкоежки. Сюда входят вареники с творогом, вареники с вишней, вареники с черной смородиной. Стоит такой набор 560 рублей. К этому ко всему мы взяли соусы горчичный, аджика, сливочный с грибами и две сметаны, потому что вареники сладкие, нужно две сметаны брать, я считаю. Ну и кроме всего прочего, конечно же, компот из сухофруктов. Начнем дегустацию с мясного набора. Здесь три вида пельменей и вареников. Кстати, вы знаете, чем пельмени отличаются от вареников? Настолько мне известно, в пельмени кладут сырой фарш, а вареники уже отварной. То есть получается, что дважды вареные вареники и один раз пельмени. Ну, я больше люблю пельмени, хотя, может быть, я вареников настоящих не пробовал. Вот как раз сейчас попробую. Единственное, в этом ассорте очень сложно будет определить, где вареники с курицей, а где пельмени с говядиной. Ну, попробуем, что поделать. Посмотрите, здесь достаточно много мяса и тесто достаточно тонкое. Мне кажется, это очень хорошо. Попробую еще разочек и скажу, как это на вкус. Очень сочно, интересно. Мне нравится. Тесто хорошо живется. Из этого количества вареников очень сложно выбрать тот самый, потому что они все здесь перемешаны. Так что ассорте, это, конечно, большая лотерея. Если хочешь попробовать тот же пельмень с другим соусом, ну, это практически невозможно. Вот этот пельмень, судя по всему, сибирский. Кстати, вы знаете, откуда пельмени к нам пришли? Вы думаете, из Сибири? Ну, в принципе, к нам да. Но в Сибирь-то они пришли из Китая. Хотя название пельмень в переводе с пермского наречия означает как раз ухо из теста. Пельнь и нянь. Ну, почему-то мы называем их пельмень, а не пельнянь. Хотя правильно пельнянь называют. Вот этот пельнянь, мне кажется, из Сибири к нам приехал. Мне, кстати, пельмени больше, чем вареники все равно. Нравится. Вкусно, судя по всему, свининговедное традиционное сочетание пельменей. Попробуем с грибным соусом. Я думал, что сибиряки не против, что мы едим их пельмени с грибным соусом. Соус здесь не очень удачный, весь разваливается. С соусами здесь какая-то беда, честное слово. Лучше все-таки есть без соуса. Ну, может быть, это потому, что пельмени удачные. В данном наборе я еще не пробовал вареник с курицей и грибами. Попробую его найти. Вот, если я уже понял, что вот такой формы это точно сибирские, то вот эти вот треугольные, они все... А, нет, смотрите, здесь есть треугольные, есть вот такой вот в форме как раз уха. Может быть, это и есть с курицей и грибами. Сейчас попробую. Это он. Скажу так. Вкус грибов не ощущается. Наверное, перемололи просто вместе с фаршем. Как я говорил, что вареники уже фарш вареный, поэтому, скорее всего, отварили грибы, отварили куриное филе, все это перемололи в мясорубке, положили, и вкус очень неяркий. Но для тех, кто хочет попробовать нейтральный вкус пельменя, то, что нужно. А я саджик. О, саджика огонь. Хотя джика не острая. Скорее, похоже на какую-то овощную икру. В общем, соуса здесь, мне кажется, лучше не брать. Если бы они еще были бесплатными, то можно. А так они стоят там от 50 до 100 рублей. Ну, нафиг. Не советую. Сет номер два. Вегетарианский. Здесь у нас вареники с картофелем и грибами, с картофелем, с капустой, с капустой, с грибами. То есть, в общем-то, не так много выбора-то. Поэтому, я думаю, что, может быть, пробовать все вместе, раз ассортик. Потому что, собственно говоря, капуста, картошка, грибы. Будем ждать, что все вместе. Потому что разобраться в этом сете просто невозможно. Да, кстати, если вы возьмете вареники отдельно, это больше 300 рублей, а здесь чуть больше 500. Поэтому это гораздо выгоднее, конечно. брать такие наборы. Ну что, попробуем. Лотерея продолжается. Делайте ставки, друзья. С чем вареник? Кто угадает, тому приз. Какой еще не знаю, но придумаем. О, картошки и грибы. Кстати, офигенно. Не, нифига без грибов. Просто, видимо, полили чем-то. Будем ставить грибами. Так, смотрим. О, вот это с грибами. Вот. Здесь уже видно, что есть грибы. Видимо, их вкус передался и соседним вареником. Мне кажется, что если бы здесь были вареники сезонные грибы, вот там белые или грузди, то все другое было дело. Хотя нет. Вы знаете, вот надо столбочку налить. Соленых груздей с лучком и подсолнечным ароматным маслом. А еще вареники с картошкой. Макать сметану, выпивать. Эх, а здесь нам дали, только компот. Огромный слившийся вареник. Их здесь два. Надеюсь, что они с одинаковой начинкой, что они с капустой. О, вот она яркая капусточка. А, обратите внимание, это тушеная капуста. Потому что это вареник. Если бы был пельмень, хотя я никогда не видел пельмени из капусты, капуста была бы сырой. Если бы она была сырой, то это был бы совершенно отстой. Потому что тушеная капуста вареники. То, что нужно. Кстати, вы знаете вареники, откуда к нам пришли? Вот вы думаете, откуда? Напишите в своих комментариях, если не дослушайте мой ответ. Так вот, вареники к нам пришли из Турции. Дюшвар называлось такое блюдо в Турции. Вот. А потом оно шло, 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 шло к нам и пришло название вареники. Как я уже говорил, вареная начинка, тесто и вперед. Лучше есть со сметаной. Оп. Много сметаны. Я люблю много сметаны с овощным. Вареником. Вот вареники. Вареники надо есть со сметаной. И с каким-то другим соусом. Потому что сами они по себе достаточно нейтральные. Скажем так, просто еда. Без особенного вкуса. Соотношение цены и качества. Эти вареники стоили 560 рублей. Картофель, капуста, тесто, грибы. Ну, это же копейки. Согласитесь, копейки. А здесь 560 рублей за них требуют. Ну, дофига, друзья мои. Слишком много. А вот если говорить про пельмени с мясом, то они стоят 750 рублей. Ну, здесь хотя бы говядина, курятина, бекон, грибы. Да и вкус совершенно другой. Вкусно. Вот мясные вкусно. 750 рублей. Не жалко. Но теперь давайте перейдем к сету номер три. Сладкоежка называется. Здесь у нас сладкие вареники. А сладкие вареники у нас с чем? У нас сладкие вареники с творогом, вареники с вишней, вареники с черной смородиной. То есть три вида вареников. Ну, здесь легко отличить. Посмотрите. Вот те, которые цветные, те, скорее всего, с вишней или черной смородиной. А которые бледные, то они с творогом. Поэтому главное здесь отделить, собственно говоря, черную смородину от вишни. Набор вареников сладкоежка стоит 560 рублей. Хорошо, что луком не посыпали. Хотя, возможно, вкус бы был другой, гораздо интереснее. Но попробуем без лука. Самый простой вареник с творогом, его видно. Вот он с белой начинкой. Давайте посмотрим сразу. Творога немного, теста больше. Кстати, я обратил внимание, что в пельменях теста меньше с мясом, а который с овощами. И вот с творогом здесь теста много, а начинки как-то мало. А цена большая. Ну, что я скажу? Сладенько. О, здесь даже изюм есть, судя по всему. Вроде не манял. Или это кусок лука сюда забрался, или кусок бекона. Не, это изюм, а не таракат, как многие могли подумать. Вареники с творогом нужно пробовать, конечно же, со сметаной. Что я и сделаю. Так гораздо вкуснее. Но в принципе, в принципе, если выбирать между варениками с творогом и пельменями, я, конечно, выбираю пельмени. Попробую вареник с вишней и вареник с черной смородиной. Только сложно их отличить друг от друга, потому что все они просвечиваются и своим красным соком выделяются на фоне других вареников. Попробую, что это. Кисляк. Значит, черная смородина. Вареники с черной смородиной, черной смородины, это мало. Теста много, смородины мало. Хотя, возможно, если было бы больше, она бы выпрыгнула, а так осталось на месте. Попробую со сметаной. Не, но сметана спасает. Но чуть-чуть. Очень жесткое и не очень вкусное тесто в варениках. Не знаю, может быть, за счет кислоты, ягод. Кстати, если вы знаете, почему в варениках тесто твердое и невкусное, а в пельменях мягкое, напишите в комментариях. Попытаюсь найти вареник с вишней. Конечно, это большой аттракцион. Ну, мне кажется, вот это вот что-то большое, толстое. Ох ты, как брызгает. Точно вишня. Да, это вишня. А с вишней неплохо. С вишней вот так вот, вы знаете, я бы сказал, что это вареник похмельный. Он такой кисло-сладкий. И на утро, после вчерашнего, мне кажется, надо похмеляться варениками с вишней. Вишни в варенике много, она сочная. Вкус у нее такой яркий. И цвет тоже яркий, поэтому, когда едите, будьте аккуратными, чтобы не ляпнуть себя на рубашку. Со сметаной, вареник с вишней. Из тех вареников, конечно же, я выбираю вареники с вишней и сметаной. Они самые яркие, самые вкусные, самые сочные и самые запоминающиеся. В принципе, за 560 рублей такая порция вареников вполне себе нормальна. Тем более, сейчас не сезон, ягоды дорогие. А тут со сметаной самое оно. Ну, как положено, мы завершаем обед компотом. Потому что первое, второе, третье и компот. Компот стоит 140 рублей. И сухофрукт. Ну, сплошной сахар, сухофрукт, как и да. Дороговато, дороговато. Но я не об этом. А я о том, что почему это кафе называется легендарным, я так и не понял. Что-то здесь дешево, что-то дорого, что-то вкусно, что-то совсем невкусно. Но все это, как вы понимаете, абсолютная вкусовщина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и пишите обязательно комментарии. Они нам очень помогают переваривать пищу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!